Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Кашлять запрещается. Во всем мире проходит месячник борьбы с туберкулезом. На каникулы в цирк. Артисты программы «Вместе. Целая страна» провели открытую репетицию для школьников. Автодороги, климатические сюрпризы и паводок. Что обсуждали на правительстве в этот раз в нашем материале. Ежегодно 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цель – повысить осведомленность населения о губительных последствиях болезни не только для здоровья, но и для общества в целом, а также активизировать борьбу с глобальной туберкулезной эпидемией. Дату 24 марта выбрали не случайно. Именно в этот день был открыт возбудитель туберкулезной инфекции – палочка Коха. Туберкулез входит в число 10 основных причин смерти в мире. По статистике ВОЗ, за 2021 год в мире заболели туберкулезом больше 10,5 миллионов человек. Летальность примерно 10%. Такими данными поделилась Ирина Котова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области на круглом столе, посвященному Дню борьбы с туберкулезом. И главная задача сегодня – повысить информированность населения. Результатом всех усилий на всех уровнях стало то, что Рязанская область в течение последних пяти лет добилась снижения показателей заболеваемости в целом по населению на 47,8% и снижение смертности от этой инфекции на 74%. Часть показателей по региону уже вернулась в свои доковидные значения. Например, профилактические ФЛГ-осмотры на уровне 68%. Прививки против туберкулеза, считая новорожденных, получили почти 97%. По эпид-показателям заболеваемость составила в 2022 году 10,8 на 100 тысяч населения. Если в Российской Федерации, она представлена 31,1 на 100 тысяч населения. Умерла от туберкулеза в 2022 году двое человек. Достичь столь высоких результатов, несомненно, одной противотуберкулезной службы невозможно. Туберкулез – проблема медицинская, социальная и государственная. Поэтому только совместными усилиями достигнуты такие хорошие показатели работы. А вот туберкулез у детей по-прежнему один из самых пугающих факторов. Специалисты рассказали, что детей почему-то не приводят с жалобами к врачам. Заболеваемость выявляют с помощью диаскин-тестов. Так узнали о четверти всех заболевших в ходе профилактического осмотра. Плюс в регионе не обследовано на туберкулез около 700 детей. Больше половины из них – городские жители. В целом по эпид-ситуации в Российской Федерации наша область занимает второе место из 89, а по постоянному населению третье. А вот по детям и по подросткам – по детям 11, а по подросткам – 16, хотя выявлен всего один подросток. Вот что значит небольшое количество населения, как влияет сразу на показатели. А меры профилактики не изменились до сих пор. ФЛГ – обследование с 15 лет, прививки новорожденным и детям с отрицательной реакцией МОНТУ. Пробу МОНТУ, кстати, ставят детям до 7 лет. Далее – диаскин-тест. Это современный препарат российского производства для выявления туберкулезной инфекции, говорят специалисты. Всемирный день борьбы с этой болезнью и призван напомнить всем, что решение проблемы во многом зависит от ответственности каждого человека не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Не все растения, как мы знаем, можно выращивать на приусадебном участке, но не каждый фермер соблюдает запреты. На очередной такой запрещенный огород в Ряжском районе нагрянули полицейские. В прокуратуре Ряжского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Ряжского района, который совершил незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, а также хранение частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере. А это преступления, предусмотренные частью первой статьи 231 и частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что мужчина, проживая в частном доме, решил для собственного употребления заняться выращиванием конопли. С этой целью он через интернет приобрел сначала семена наркосодержащего растения, а затем и другие необходимые для ее выращивания товары, в том числе подвесные светильники, горшки, вентиляторы, специальный гром-палатку для выращивания растений. Высадив семена конопли, он стал осуществлять за ней уход, поливал, делал прополку, вносил удобрения и в дальнейшем получал урожай. Однако в скором времени деятельность ботаника-любителя ожидаемо попала в поле зрения правоохранительных органов, которыми при осмотре дома и надворной постройки были обнаружены запрещенные культивированию растения в количестве 64 кустов. Кроме того, незаконно хранил часть наркосодержащего растения конопли в значительном размере и наркотическое средство марихуану в крупном размере, а именно свыше 800 грамм. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя, в совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у подсудимого на иждивение малолетнего ребенка, его состояние здоровья, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года-4 месяца условно, с испытательным сроком 2 года. С необходимых мер по ревизии автомобильных дорог начал заседание правительства Павел Малков. Так называемый температурный переход через ноль в Рязанской области этой зимой был больше 40 раз. А это прямая причина разрушения дорожного полотна. Высказался губернатор и по готовности региона к приходу большой воды. Так называемый переход через ноль – это когда температурный режим лихорадит от минусовых до плюсовых значений. И все бы ничего, только вот для дорожного полотна это большая неприятность. Подтаившая вода проникает в трещины, в минус замерзает и фактически рвет асфальт на части. Об этом говорил Павел Малков на правительстве, дорожная тема стала основной. И начали, разумеется, с самой Рязани. Ямочный ремонт в этом году будет превалировать. Для этого скоро запустят асфальтобетонный завод. И перейдем на ямочный ремонт горячим асфальтом. Для того, чтобы сделать это максимально оперативно, составили план ремонта. В него вошли наиболее проблемные 87, ну 89,2 под вопросом, дорожных участков. Работы будем проводить поэтапно, жители будем информировать о своих планах на неделю и на каждый день, и затем отчитываться. Елена Борисовна, я прошу и вас, и всех глав администрации максимально ответственно и серьезно отнестись к этому вопросу. Не добьемся качества, так и будем ездить по убитым дорогам и негатив собирать. Еще хотел добавить про капитальный ремонт дорог. Тоже не раз обсуждали, я ставил задачу всю подготовку, в том числе торги, заключения контрактов и прочее, провести заранее, чтобы как только сезон позволяет, погода позволяет, тут же выходить на ремонт, на реконструкцию. Еще одна сезонная тема – приход большой воды. Пока что половодие идет медленно, но верно. Традиционно подтопило автодорогу Заокская-Шумышка-Ростина. Впрочем, все под контролем. Объездная дорога, знаю, там есть, сообщение не нарушено. Пассажирский транспорт тоже запустили вот по этой временной дороге. При необходимости пустим водный транспорт, все это обсуждали. Коллеги докладывают, что все необходимые запасы сформированы, в том числе продовольствия, медикаменты, предметы первой необходимости во всех населенных пунктах, где есть риск подтопления. Одну из жалоб на общественный транспорт Павел Малков озвучил отдельно. По Михайловскому шоссе, дескать, перестали ходить автобусы. Одного 13-го маршрута недостаточно. Впрочем, Елене Сорокиной эта тема оказалась не нова. Я так хорошо знаю про этот маршрут, потому что он является магистральным для города. И в числе четырех прочих, четырех маршрутов, мы его подали на лизинг по приобретению транспортных средств. Поэтому я так хорошо владею этим маршрутом. У нас сейчас там девять единиц. Наша задача, вот девять единиц нормально обслуживают этот маршрут. Наша задача увеличить количество водителей, работающих в третью смену, ну и во вторую. Жалоб на общественный транспорт, по словам Павла Малкова, стало меньше, но не настолько, чтобы совсем уж не касаться этой темы. Губернатор попросил предоставить ему всю аналитику, чтобы четко понимать порядок контроля, график работы автобусов. На базе Рязанского отделения Банка России впервые прошла дискуссионная площадка финансовой доступности для малого и среднего предпринимательства. Участниками онлайн-встречи стали представители бизнеса из всех регионов ЦФО, эксперты Банка России, органов власти и деловых сообществ. С добросовестного бизнеса этот ресурс снимает лишние вопросы, а рискованному может и вовсе отказать в сделке. Речь идет о платформе «Знай своего клиента». С прошлого года она включает в себя информацию обо всех юрлицах и индивидуальных предпринимателях Рязанской области. Все они поделены на три группы риска. В красной – те, кого регистрируют для заключения фиктивных договоров, теневых финансовых операций и прочих мошеннических схем. «Зеленые» – представители добросовестного бизнеса. Средний уровень риска. Здесь важно понимать, конечно, что это за клиенты. В первую очередь в эту группу риска могут попасть те хозяйствующие субъекты, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, но при этом они часть своих денежных средств, часть оборотных денежных средств предпочитают направить на обналичивание, например, на обналичивание, на вывод части денежных средств теневой оборот, таким образом совмещая реальную хозяйственную деятельность с теневой. Также в эту категорию могут попасть хозяйственные субъекты, которые, например, оформлены на генеральных директоров или учредителей, ранее замеченных в управлении красными клиентами. В зеленой зоне больше 97% – это данные по стране. В Рязани эта цифра от добросовестных бизнесменов больше, хоть и на чуть-чуть – 98%. На платформе «Знай своего клиента» можно оспорить попадание в ту или иную группу риска. Но, как правило, бизнесмены из той же красной зоны делают это редко. Такой статистикой поделился замдиректора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хамитский на дискуссионной площадке «Финансовая доступность для МСП». Ее задача – показать предпринимателям те возможности, которые у них есть. Я хотел бы остановиться на региональном сервисе, ориентированном непосредственно на бизнес, где инвесторы и банки ищут друг друга. При обоюдной заинтересованности сторон в сотрудничестве, инвестор непосредственно обращается в кредитную организацию для дальнейшего взаимодействия по получению финансовой услуги. А задача, упомянутая электронной площадке, считается выполненной. Этот сервис мы назвали «Инвестиционный маркетплейс». Это, кстати, одна из проблем, которую сформулировали на округлом столе по привлечению финансирования в Рязань и Рязанскую область. Тогда и решили создать такое приложение. На комиссии Госсовета России по направлению инвестиций разработку рязанцев назвали одной из лучших. Это подводит к другой важной задаче – расширение онлайн-сервисов. Считается, что такая мера поможет бизнесу развиваться. К весне оттаивают не только дороги, но и тротуары, дворы. Не оттаивают только сердца сотрудников управляющих компаний. По крайней мере, именно так считают жители одного из домов по Касимовскому шоссе. По их словам, обязанности дворника и уборщицы частенько приходится выполнять самим. Почему про них забыли и забыли ли вообще, выяснял Валерий Седов. Это двор дома номер 48 по улице Касимовское шоссе. Дворника здесь, как утверждают местные жители, никто не видел уже очень давно. Вместо него убираются сами. Конкретно здесь выходит мужчина, подметает и скалывает лед. А он, на секундочку, человек с инвалидностью. В подъездах история та же. Уборщицу последний раз видели в ноябре. После приходила она только по вызову, когда жители всю горячую линию звонками оборвали. И при этом за такое исполнение обязанности никакого перерасчета нет. В отчет на ваше обращение от 31.01 Рязанская ПМПК-3 сообщает, что на вашем доме проводится уборка лестничных клеток, закрепленной уборщицей. Согласно графику, влажная уборка выполнена с 1.02. Все. Никакого перерасчета мы не получим в связи с этим. Дальше уборщица появилась буквально три раза. Вот с 1.02. Ну, как бы это не есть норма. Плата за уборщицу включена в строку содержания жилья. Сумма зависит от многих факторов, включая метраж квартиры. Да и деньги эти идут не только на уборку помещения. Однако, например, собственник трехкомнатной квартиры платит 1340 рублей в месяц. Ситуация ухудшилась после ремонта в подъезде. Всю побелку оставили на полу и стенах. Сказали, что уберут, когда закончится ремонт. Но, говорят жители, ввоз и ныне там. Пришлось частично мыть самим. Вот вчера я разговаривала с мастером, провела ее по подъезду. Говорю, вы видите, что побелка кругом. Она сказала, ну ничего страшного, ведь раньше же вы мыли сами площадки, сейчас помоете. Ну, мы активны, как они говорят. Мы им уже надоели, мы их достали. Да, она говорит. Мне она вообще ответила, что я могу хоть в Москву звонить и писать. Однако, в управляющей компании РЭКС говорят, что уборщица в доме появляется строго по графику. Раз в месяц на влажную уборку, раз в неделю, чтобы подмести. А грязь в подъездах связывают с погодными условиями. Мол, то оттепель, то заморозки. Дорожки посыпают песко-соляной смесью, которую жильцы на подошвах подъезды приносят. Оттого грязно и было. Жалоб у нас особых по этому дому вообще не было. Просто там имеются отдельные люди, которые, может быть, хотят еще больше. Но это желание предусмотрено законодательством. Пусть обращаются, инициируют собрание, повышают тариф. Тогда частота уборки будет увеличена. Будут им убирать в совместимости от их желаний. Хоть каждый день. Только за отдельную плату, которая будет с тарифами, за содержание жилья. Сейчас законам это допускает. Жители дома говорят, что их беспокоит скорее отношение управляющей компании, которая с ними совсем не в контакте. Дескать, на жалобы отписываются, на просьбы не реагируют. Схожая ситуация была с деревьями во дворе, часть из которых уже лежит на проводах. Жители рассказали, что после обращения к мэру города приехали специалисты. Осмотрели деревья и спилили уже те, которые практически лежали на земле. Остальные пока стоят. Быть может, ждут своего часа. Резонансный пожар под Рязанью. В Турлатово вспыхнули склады с текстилем, принадлежащие одному из частных предпринимателей. За считанные минуты огнем было охвачено два металлических ангара. Сгореть третьему не дали оперативно прибывшие пожарные. Максим Васильев продолжит. То, что так эпично горит позади меня, это склад с подушками и одеялами. Возгорание началось с 10.07. И посмотрите, какие масштабы приобрел этот пожар. Судя по всему, уничтожено будет все полностью. Впрочем, так казалось только в самом начале. К моменту приезда техники МЧС два ангара из трех уже полыхали. Но вот насчет третьего, как раз у бойцов противопожарных расчетов, было свое особое мнение. Они остановили распространение и начали тушить основной очаг. Пожару на улице Аэропортовской был присвоен второй номер сложности. Обеспечен подъезд водовозов. Первоначально заявленная площадь горения в 1200 квадратных метров, благодаря пожарным, сократилась почти вдвое. В 13.07. пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. В 14.35. ликвидация открытого горения на площади 700 квадратных метров. В ликвидации пожара принимало участие 11 единиц техники, 35 человек личного состава. По нашей информации, склад принадлежит одному из частных предпринимателей из Москвы. Последний завоз товара здесь был месяц назад. О причинах пожара наверняка говорить преждевременно. Но общий ущерб вполне можно оценить в сумму более миллиона рублей. На этой неделе во всем мире отметили День воробья. Внимание к маленькой, неприметной и такой привычной вроде бы птичке не случайно. Численность воробьев в городах стремительно сокращается. Ученые буквально бьют тревогу. Серокоричневые маленькие птички, звонко чирикующие повсеместно, знакомы каждому с детства. Воробей – птица, которую любой, даже далекий от знания фауны, человек узнает с первого взгляда. Однако и среди воробьев бывают разные виды. Скажем, в Рязанской области различают домового и полевого. У первого серая головка, у второго черные пятнышки на щечках, а головка коричневая. Между тем, стайки и тех, и других от года к году редеют. Есть несколько предположений, почему так происходит, но ни одно из них пока не доказано. Возможно, здесь влияет то, что сейчас очень сильно изменился способ застройки городов. Очень много домов имеют конструкции из каких-то плотных материалов, плит, пластиковые окна. И для воробьев исчезли привычные места для гнездования – ниши, какие-то укрытия, щели в стенах домов. Чтобы понять, насколько меняется численность воробьев, нужно проводить многолетние наблюдения на больших территориях. И помочь в этом ученым может абсолютно каждый. Акция «Всероссийская перепись воробьев» идет у нас всю неделю, с 20 по 26 марта. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно найти все материалы о воробьях в нашей группе ВКонтакте. Это «Рязанский клуб птицы» или на всероссийском уровне в группе «Союза охраны птиц России». Там есть вся информация, как можно поучаствовать в этой акции. В конце марта воробушки разбиваются на пары и начинают гнездиться. Скоро они будут откладывать яйца и высиживать птенцов. А пока в общественных пространствах возле кустарников и прошлогодней травы можно наблюдать большие веселые стайки задорно чирикающих птиц-воробьев. 27 марта в мире отпразднуют День театра. По всей планете в честь праздника проходят фестивали, выставки и экскурсии. Рязань не исключение. Здесь с 2016 года в честь Дня театра проходят капустники. О том, что это такое, расскажем в программе «Городские встречи». А пока коротко о предстоящем событии. В 2015 году, когда в Рязани появилось региональное отделение Союза театральных деятелей России, театральная жизнь Рязани заиграла новыми красками. В частности, появились два важных события. Зеркало сцены – праздник для артистов, режиссеров, звукорежиссеров, художников, хореографов, гримеров и даже билетеров. И капустник в День театра. Это праздник уже для зрителей. Когда все четыре театра собираются на одной сцене и создают некое особое представление на определенную тему. Дружная команда, которая от души хочет сделать праздник своему любимому зрителю, который на протяжении всего сезона посещает спектакли всех театров. И в зале на театральном капустнике нашем присутствуют именно те зрители, которые очень любят Рязанский театр. И музыкальный, и театр юных зрителей, театр драмы, театр кукол. И, конечно, они ждут, они хотят увидеть что-то немножечко больше, чем обычно они видят на спектаклях. Увидеть своих артистов в такой неформальной обстановке, в интересных новых образах, посмеяться вместе с ними. В этом году капустник посвящен 160-летию Станиславского. Каким образом это обыграют театральные деятели города, останется загадкой вплоть до 27 марта. Но искрометный юмор, неформальная и непринужденная обстановка, аллюзии к любимым постановкам, музыка, веселье. И при этом специфика всех четырех театров в одном месте, в одно время обеспечены. Каждый театр старается свой капустник, условно, скажем, какую-то стилизацию своего театра придать. Как правильно Екатерина говорит, что театр кукол. Понятно, что куклы, но, может быть, в каком-то там необычном варианте они как-то представляются перед зрителем. Порой театр кукол, так скажем, изнаночную сторону показывает театра, и вдруг зритель есть возможность посмотреть, а как вот там за ширмой все это происходит. Музыкальный театр тоже наполняет, как правило, свои капустники музыкой, хореографией. Капустник – это не спектакль и не концерт, но горячо любимое как зрителями, так и артистами событие, где есть место импровизации и творческой свободе, и где на одной сцене можно увидеть взаимодействие четырех абсолютно разных по формату театров. Открытую репетицию для школьников провели артисты Рязанского цирка. Тренировка стала тематической, и номера были в основном акробатические, но без участия животных, конечно же, не обошлось. На манеже эквилибристы Саралаевы – это семейная династия. Их трюки во многом уникальны. Даже сплав перши, то есть шестов, который используют в номере, придумал руководитель группы. Саралаевы – неоднократные золотые призеры различных цирковых фестивалей, двукратные рекордсмены Книги рекордов России. Это открытая репетиция Рязанского цирка. Такая идея пришла к артистам уже давно. В российских цирках сегодня все чаще хотят показать жизнь актеров изнутри. Их индивидуальные репетиции, подготовку – здесь видны все недочеты и волнения. Темой сегодняшнего представления стала акробатика. Поэтому на манеже преимущественно гимнастические номера. После каждого номера зрители смогли задать свои вопросы. Самым частым, конечно же, стал вопрос о страхе. Не боитесь ли, мол, вот так взмывать под купол цирка? Артисты шутливо отвечали, что нет, для этого они много тренируются. Переживают, скорее, за товарищей. Конечно, я переживаю на каждом представлении, даже на репетиции, за всех тех людей, которые находятся в моем подчинении, в моем номере. Но, как сказать, если я буду показывать свое волнение, то у нас никогда не получится такое слаженное работать. Я должен себя всегда держать в руках, понимаете? Потому что я надежда опорная этой номера. Они всегда смотрят на меня. Даже если я не участвую в трюке, краем глаза не смотрят мое отобрение. Правильно ли он сделал или неправильно? Как сказать? Я их не тыл, грубо говоря. И пусть темой открытой репетиции стала акробатика, на радость ребятам показали и несколько номеров с животными. Тут и медведи, и собаки, и лошади. Сегодня здесь, конечно, не было ни костюмов, ни музыки, а номера шли с недочетами. Все-таки тренировка. Но публика встречала актеров овациями. Суперская огонь. Прям детям все понравилось, все довольны. Да, очень понравилось представление. Все было здорово посмотреть, как это и с изнанкино происходит репетиция. Очень понравилось. Мне очень все понравилось. Мне понравились лошадки, мне понравились особенно собачки, интервью, все такое. Мне тоже очень понравились собачки и акробаты. Очень так, серьезно. Сегодня на открытую репетицию пришли семьи участников СВО. В организации такой встречи помогла администрация города. Благодаря ей все это и стало возможным. Когда я спросила, ну вам понравилось, и как весь зал сказал, конечно, да. Вот. Ну, я думаю, что мы будем это общение и дальше продолжать. Но мы очень много проводим всяких мероприятий. И детям села. Мы даже организовывали, выезжали. Рассказ про церковые профессии, истории о манеже и так далее. Все это рассказывают на открытых репетициях, посетить которые может каждый. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Лечение варикоза вен лазером на современном оборудовании. Лазерная операция не требует госпитализации. Отличается быстрым восстановлением и хорошим косметическим эффектом. Все процедуры выполняются опытным флебологом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова